Слава Богу! Сегодня Бог говорит нам своим словом. И знаете, я также продолжу эту тему, которая уже с самого начала, она звучит здесь в служении. И я вижу, что это просто Дух Святой, Он хочет нам сегодня что-то сказать этим. Перед этим мы пели этот псалом, который говорит о том, что «как счастлив я, что я Христа имею, как счастлив я, что Он всегда со мной». Это есть большая привилегия, это есть для нас большая поддержка, это есть для нас наша жизнь. Иисус Христос, Он с нами, и Он всегда помогает нам. Слава Ему! Я хочу прочитать место Священного Писания, которое записано Матфея, в 6 главе, очень известное место всем нам, мы много раз его читали. «Потому говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тела одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть?» Хотя это место в другом переводе говорит о том, что в американском переводе, что «кто из вас, заботясь, может продлить себе жизнь, хотя на один миг?» Я не знаю, какой здесь перевод. В другом переводе я смотрел, и оно говорит о том, что «кто из вас, заботясь, может продлить себе жизнь, хотя на немножко, хотя на один миг?» Я думаю, что это невозможно. «И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей, то есть во всем своем богатстве, во всех своих возможностях он не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то насколько больше вас маловеры? Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем том. Ищите прежде Царство Божьего и правды Его, и это все приложится вам. Слава Богу! Знаете, здесь говорится именно о пище, да, не заботясь о том, что есть, что пить. Слово Божие говорит, что когда Иисус Христос придет, да, как во дни Лота, как во дни Ноя, так будет пришествие Сына Человеческого. И там отмечена одна, одна характерная черта, написанная, как во дни Лота, да, ели, пили, женились, выходили замуж и не думали. И, знаете, когда мы смотрим за нашим временем, наблюдаем, люди все время едят. Дома едят, за телевизор сядут, тоже что-то едят, в машине едут, тоже что-то жуют, да, пьют там кофе, едят, все время едут и едят. Стоят дома, на диване сели, не могут так, они что-то все время едят. Написано, это, наверное, уже признак последнего времени. Да, написано, ели и пили, и не думали. Они не думают, они едят, пьют, да, сядут себе на диван, смотрят, ничего не думают, едят и пьют. И это признак последнего времени. Знаете, я хотел бы о другом сегодня говорить, и еще одно место прочитаю, которое записано филиппийцам, оно также на эту тему. Филиппийцам 4 глава, 4 стишка. Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша, да будет известна всем людям. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве, в прошении, благодарении открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши помышления во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истину, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Опять-таки, в английском переводе говорится, не помышляйте, а практикуйте это в своей жизни. То есть, не только помышляйте об этом, как это хорошо, да, как это прекрасно быть таким, а практикуйте это в своей жизни. Что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что только добродетель и похвала, то, да, пребывает в вашей жизни. Вот это пускай будет образом вашей жизни. Практикуйте это в вашей жизни. Не только помышляйте об этом, а практикуйте, чтобы это было образом вашей жизни. И дальше говорится, чему вы научились? Что приняли и слышали, и видели от меня, то исполняйте. И Бог мира будет с вами. Слава Богу! Братья и сестры, Слово Божие говорит, что если это в вас будет в жизни, Бог мира будет с вами. Он будет постоянно с вами. Он будет окружать вас, Он будет заботиться о вас, Он будет сопровождать вашу жизнь. Когда вот эти качества, когда вот это будет в вашей жизни? знаете, иногда в нас приходят какие-то тревоги в жизни, да? Бывает, что мы за что-то переживаем, за наши финансы, бывает, переживаем за нашу семью, которая бывает, ну, приходят какие-то буры в семью, да? Бывает, мы переживаем за наших детей, переживаем за работу, переживаем за наши билы, я думаю, это вам знакомо, да? Как их уплатить? Каждый месяц они приходят и не перестают. Иногда мы переживаем и переживаем за все, переживаем за будущее, переживаем о том, как же мы будем дальше жить, как это все будет, вот эти все катаклизмы на земле проходят, все идет своему концу, все идет и слышим вот этих законов, которые в этой стране, они пугают нас, которые выдвигаются, и мы переживаем об этом всем. А Слово Божие говорит, не заботясь ни о чем, да? Забота это переживание. По-американски написано дуна твори, дун твори, не переживайте, не переживайте, не нужно об этом переживать. А как же жить и не переживать? Когда люди переживают? В каких ситуациях жизни мы начинаем переживать? Почему мы в нашей жизни не можем вот это все встречать с верой, твердо, не поколебавшись? Почему в нашей жизни иногда приходят переживания, проблемы? Одна из них, из причин, которая приводит нас переживанием, это тогда, когда мы не видим своей жизни Господа. Давид говорил, 15-й Псалом, 8-й стих, всегда я видел перед собой Господа, да? Всегда я видел перед собой Господа, не поколеблюсь. Когда Давид видел перед собой Господа постоянно своей жизни, он был тверд, хотя в его жизни случались разные ситуации. В его жизни приходили такие ситуации, которые мы, я не знаю, мы даже далеко от этих ситуаций, от этих обстоятельств, мы даже не можем себя представить на этой ситуации. Помните, когда они пошли воевать и в Секелаге оставили свои семьи, детей, жен, и вот они возвращаются в город сожженный, город сожженный, детей нету, жен нету, пришли враги, забрали все и увели в плен. И люди, которые были с Давидом, они были в большом переживании, они были не то, что в переживании, они уже были в ярости, написано, что они хотели побить Давида камнями, они хотели его побить камнями, как же ты, Давид, оставил семью, детей без охраны, без присмотра, и вот мы пошли заниматься этими делами, пришли враги, забрали все, забрали наши семьи, забрали наших детей, увели в плен, и что теперь, мы остались без ничего, и написано, Давид был смущен, а дальше что, написано, он укрепился упованием на Господа, он укрепился упованием на Господа, он обратился к Господу, вся, как бы сказать, Давида, его сила была в том, что он постоянно имел общение с Богом, он постоянно надеялся на Господа, он одел этот ефод, он встал на молитву, он обратился к Господу, говорит, Господи, что мне делать, идти мне, догнать, заберу я, догоню, он не знал, кто приходил, и Бог говорит ему, не бойся, иди, догонишь, заберешь и отнимешь, и Давид пошел, он пошел, он забрал своих детей, он забрал своих жен, забрал все имущество, и даже добычи набрал, братья и сестры, этот человек укрепился упованием на Господа, говорит, всегда я видел Господа впереди себя, всегда я видел перед собой Господа, и почему, и потому не поколеблюсь, братья и сестры, помните пример Даниила, Даниил был очень преуспевающий по-нашему министр в царствовании Навходоносора, в царствовании Дария, в царствовании Кира царапельсидского, в царствовании всех этих царей вавилонских, он был преуспевающий, Бог был с ним, он был один из первых князей, и вот когда Дарий был царем, пришли эти слуги, написано Дарий поставил 120 сатрапов, которые управляли бы всем его царством, во всех 120 областях, и поставил трех князей, чтобы они вели всю работу страны, это был непростой человек, и он был один из троих князей, которому все сатрапы давали отчет, и написано, что эти люди, они позавидовали ему, они хотели избавиться от Даниила, они видели, что Даниил, у него был высокий дух, и написано, царь Дарий помышлял, чтобы его поставить над всем царством уже, он был человек при власти, он имел силу, и вот эти люди пришли и начали искать подлога, они начали искать проблемы в управлении царством, они его не нашли, говорят, нет, мы не можем найти погрешности в его царстве, в его управлении, говорит, если мы не найдем в законе Бога его, и мы знаем, они пришли к царю, его склонили на то, чтобы он подписал этот указ, который заставлял бы всех людей поклоняться только одному царю, кроме, чтобы никто не поклонялся никакому Богу, кроме одного царя, мы знаем, что сейчас очень много готовится всяких указов, эти негодные люди, они продолжают готовить эти указы против народа Божьего и в этой стране, и этот человек, он ничего не предпринимал, он не пришел к царю, он знал, что этот указ был предложен, он был один из трех князей на то время, и написано только, что Даниил узнал, что был подписан такой указ, и что, он испугался, написано, он пришел в дом свой, окна в горнице были открыты против Иерусалима, и он продолжал, как вчера и третьего дня, три раза в день молиться своему Богу и прославлять его. Братья и сестры, меня удивляет этот человек, он был, занимался делами страны, он был очень занятый, он находил время три раза в день откладывать все свои заботы и приходить и молиться перед Богом и прославлять Бога. Три раза в день, братья и сестры, кто сегодня из нас это делает? Три раза в день он оставлял все свои заботы, приходил в свой дом и молился Богу. Даже когда был подписан этот указ против него же, он не переставал это делать. И мы видим, что эти люди они высмотрели, это была их цель, и они пришли, донесли царю, что Даниил не подчиняется твоему указу, он продолжает молиться своими молитвами и прославлять Бога, и они насилины этого царя, говорят, он должен ответить перед законом, перед тем постановлением, которое ты подписал, хотя царь старался его освободить, написано, даже до захождения солнца, он пытался освободить его, он знал, он чувствовал, что это было специально сделано против Даниила, но ничего не смог сделать. И что произошло? Даниил оказался в этом львином рве, хотя он был при царе, он был князем, он был почти вторым человеком после царя, и когда царь вынужден был исполнить этот приказ, он сказал ему такое слово, Бог твой, которому ты неизменно служишь, он силен спасти тебя от силы львов, слава Господу. Братья и сестры, мы знаем историю, что так произошло, до утра царь еле дождался, пришел, позвал Даниила, говорит, Даниил, раб Бога живого, мог ли Бог сохранить тебя, Бог, которому ты служил, мог ли он сохранить тебя от львов, и Даниил говорит, царь вовеки живи, Бог мой, он сохранил меня от силы львов, потому что я перед ним оказался чист, и перед тобой я не сделал преступления, братья и сестры, этот человек не переживал, он не переживал, он знал, что указ такой подписан, но он не переживал, он надеялся на Бога, почему у него были правильные отношения с Богом, у него постоянно были отношения с Богом правильные, и поэтому он не переживал, он не переживал за то, что произойдет, так само Сидрах, Мисак и Авдинага, они знали, что такое определение, этот истукан поставленный, и все должны поклониться, все должны поклониться, а если кто не поклонится, их ожидает печь, они это знали, они знали, но почему они не переживали, почему они не принимали никаких, может быть, мер по спасению своей жизни, они были при царе, они были слугами царя, они могли что-то сделать, где-то заняться какими-то делами, может быть, и не пойти на это поле, не стать видными там, братья и сестры, эти люди, они имели общение с Богом, они не переживали, и когда их царь позвал, в ярости говорят, почему вы моим богам не служите, почему вы не повинуетесь моему постановлению, они говорят, что Бог наш, которому мы служим, он силен спасти нас от печи, и от твоей руки царь избавит, говорит, но если даже не так, если воля Божия не будет в этом, знай, царь, мы богам твоим служить не будем, и этому истукану, который ты поставил, мы не поклонимся, братья и сестры, в чем была сила этих людей, они всегда видели перед собою Бога, они были в правильном отношении с Ним, они постоянно имели общение с Богом, поэтому они не переживали, они не переживали, и Слово Божие говорит, не заботьтесь ни о чем, не заботьтесь ни о чем, но что, в молитвах открывайте свои желания перед Богом. Один пастор говорил на эту тему такой, как бы, такой совет дал, говорит, если у вас есть какие-то переживания, возьмите листок бумаги, напишите все свои переживания, финансы, семья, дети не служат Богу, все-все, запишите, может вам будет 10 минут, или может быть вам целый день займет, чтобы записать вот эти все свои переживания, запишите их на свой листок, лист, этот, напишите список переживаний, да, ваших, забот, напишите их все до одной, и потом говорит, возьмите, сотрите это слово переживания и замените молитвой, чтобы у вас получился список молитвы, молитвенный список, не переживаний, а список молитвы, за ваши нужды, братья и сестры, знаете, когда дети наши с нами, они ни за что не переживают, так, я не знаю, у вас были такие случаи, когда ваш ребенок, ну, где-то потерялся, вы наблюдали такую ситуацию? Вы выпустил из виду родителей, вот вы в моле где-то находитесь, да, и с вами дети такие смелые, они везде бегают, все, но только они обнаружат, что вас нету рядом, это будет что-то, что-то необычное, это будет что-то, что-то такое, знаете, что весь магазин пройдет движение, если ребенок потеряет с виду родителей, да, это будет очень большая тревога, у нас тоже как-то получилось, все уехали на служение в пятницу, да, и не заметили, что дочка осталась дома, да, приехали в церковь, а где же Амилия, нету, да, нету ее, где она делась, никто не привез, и вот буквально не так давно, и Валя оставила собрание, поехала домой, и она вся заплаканная, говорит, я обошла все комнаты, никого нигде нету, вся переживает такое переживание, но она же все время в доме, это же ее дом, это где она находится, нету родителей, нету старших, нету, и она почувствовала себя в опасности, да, знаете, я думаю, каждый из вас переживал такую ситуацию, может быть и нет, может быть вы родители такие очень заботливые, нигде такой ситуации не было, чтобы оставить детей, но я как-то видел, тот же самый вечер, арбиданы уехали, потом приезжают резко, забыли в церкви своего малыша, он уже в церкви сидит, плачет, знаете, бывают такие ситуации, когда мы как родители где-то не усмотрим, и дети наши остаются сами, остаются сами, и они начинают волноваться, начинают переживать, начинают очень бояться, братья и сестры, это то, что происходит с нами, когда мы теряем с виду Иисуса Христа, когда Его мы не видим, когда Его нету в нашей жизни, когда мы потеряли Его с виду, мы начинаем сильно волноваться, мы начинаем переживать, а скажите, может ли что это изменить? Можем ли мы поменять ситуацию нашу? Можем ли в нашей жизни мы что-то сделать? Я читал первое место, что вы не можете ничего изменить, Иисус Христос говорит, говорит, посмотрите на птиц небесных, они не заботятся, почему? Они знают, есть, тот, который их создал, который позаботится о ихней пище, который позаботится о ихней жизни, слава Богу, даже трава полевая, она и та знает, что есть тот, который ее одевает, который заботится о ней. Братья и сестры, очень важно в нашей жизни иметь Иисуса Христа всегда впереди. Псалмопевец Давид говорит, всегда я видел перед собой Господа, ибо Он подъясную меня, не поколеблюсь более. Братья и сестры, поэтому очень важно в нашей жизни, это первая причина, которая приводит к нас переживанием, когда мы не видим, когда Иисуса Христа нету в нашей жизни. Скажите, можете ли вы сказать, что Иисус Христос постоянно находится в моей жизни, Он на первом месте, я всегда с Ним имею общение, я всегда с Ним общаюсь, я всегда имею это как твердый камень, на который я полагаюсь. Братья и сестры, я думаю, что не всегда в нас это бывает, не всегда, не всегда, и поэтому мы находимся в переживаниях, поэтому мы беспокоимся о наших детях, поэтому мы думаем, что же делать наши дети вот в таких обстоятельствах, почему так получается? Нету Бога в нас на первом месте, мы Его не видим в нашей жизни, Его нету на первом месте, Он не является тем, который решает все наши вопросы. Братья и сестры, это очень важно в жизни нашей, чтобы нам всегда видеть перед собой Господа, тогда мы не будем переживать, тогда мы не будем заботиться, Он всегда будет решать наши проблемы. Другая ситуация, когда мы понимаем, что мы нарушили Его закон, мы нарушаем Его заповеди, мы согрешаем, мы согрешили, мы в чем-то нарушили Его заповеди, и Он, написано, скрыл лицо от нас. Давид говорил, ты скрыл лицо от меня, и я смутился. Ты скрыл лицо от меня. Почему Бог скрывает лицо иногда от нас? Потому, что мы иногда нарушаем Его заповеди, мы не исполняем Его заповеди, мы исполняем свои похоти, может быть, что-то нам захотелось, что-то нам сильно хочется в жизни. Мы иногда свою волю исполняем, и Бог скрывает от нас лицо свое, и мы смущаемся, мы не знаем, что делать, наша жизнь, она выходит из-под контроля. Иногда бывает в жизни нашей, в семье нашей, что-то происходит непонятное, какие-то неустройства, из ничего может получиться проблема, из ничего может получиться скандал. Почему? Мы нарушаем Божьи заповеди, иногда мы нарушаем Божье Слово в нашей жизни, и поэтому Бог скрывает от нас лицо свое, и мы приходим в смущение, мы, получается, заботимся, но мы ничего не можем сделать, мы ничего не можем решить в нашей жизни. Почему? Мы нарушаем заповеди Божьи. Братья и сестры, это вторая причина, когда мы заботимся, когда мы переживаем, и мы ничего не можем сделать. В нашей жизни бывают, есть причины, когда в нашей жизни неправильные цели, неправильные мотивы, неправильные цели в нашей жизни. Мы в чем-то, в нас направления неправильные, мы идем не на правильном пути. Знаете, бывают люди, которые, я иногда бывал в лесу, вы не бывали в лесах? Бывали, да? Не приходилось вам в лесу заблудиться? Не было такого? Было, да? Вот вы заходите в лес и ходите, вы вроде бы идете домой и потом замечаете, что вы по тем самым кругам ходите. Бывает такое, да? И что происходит? И уже солнце начинает заходить, да? Заходит солнце, а вы не можете выбраться. Вы идете по тому самому кругу и вы наблюдаете, что вы идете вроде бы правильно, вроде бы в том направлении, но постоянно вы проходите одни эти самые круги и вы замечаете, что вы заблудились, вы заблудились, вы не на правильном пути, у вас неправильная цель, вы не можете найти, у вас нету на что равняться, вы не знаете, как выйти с этой ситуации. Знаете, иногда бывало, я в лесу бывал, и слава Богу, мы выходили, да, и вы выходили, да, как-то нашли выход с этой ситуации. Очень важно в нашей жизни, чтобы нам не потерять цели, не потерять ориентиры, по которым мы ориентируемся, чтобы нам правильно идти, чтобы нам идти к цели, нам видеть эту цель и к ней идти. Иногда мы идем, идем, и вроде бы идем в правильном направлении, но мы не достигаем нашей цели. Братья и сестры, мы заблудились, иногда бывает, что мы заблудились, и нам нужно что-то сделать, нам нужно что-то делать, и очень часто я слышал в такой ситуации, люди уже устали, и что они делают? Встают на колени и молятся, Господи, выведи нас с этой ситуации, Господи, я иду не по правильному пути, Господи, я вот предпринимаю вот эти все дела, я делаю что-то, но оно как бы далеко, я не вижу цели, я не могу достигнуть той цели, которую я хотел бы, братья и сестры, когда мы обращаемся к Богу, и Слово Божие говорит, я читал это филиппийцам, не заботьтесь, но всегда в молитве, прошении, с благодарением, открывайте ваши желания перед Богом, Бог наш, Он силен вывести с разных обстоятельств, если мы даже заблудились, если мы взяли неправильные цели, знаете, бывают люди, имеют цель, у них одна цель, да, ну вот приобрести дом, да, и много денег собрать, ну что еще там, дрим, да, дрим, да, Американ Дримс, лодку хорошую купить, да, что еще, ну вот много, машину там, да, самую такую крутую купить, да, еще что-то приобрести, вот в нас эти цели, цели, в нас очень много целей, мы к ним идем, мы работаем, мы стараемся, мы к этим целям идем, и мы иногда осознаем, что самое главное мы потеряли, мы потеряли цель, мы потеряли то, к чему мы идем, мы потеряли главную цель, жизнь вечная, мы иногда потеряли то, к чему мы стремимся, этими всеми нашими заботами, постоянными, постоянные цели, постоянно, постоянно, и знаете, я увидел в своей жизни, что чем больше в нас появляется возможностей, тем больше появляется у нас целей, да, появляется больше растрат, появляется больше того, на что мы тратим, чем больше в нас появляются возможностей, тем больше в нас целей, и мы стараемся их достигнуть, и мы теряем с виду главную цель Иисуса Христа. Знаете, я знаю, вот еще в Вашингтоне мы жили, было многократно сказано через Божье Слово, не осуещайтесь, не осуещайтесь. Не нужно вам в эту суету сильно погружаться, потому что все оставите, все потеряете. Я свидетель этому. Почему? Бог это говорил. Но знаете, мы приехали в Америку и начали завоевывать эти территории. Мы начали стараться достигать, что-то приобретать. Начали дома покупать. Я помню, в Вашингтоне, в штате мы жили, кто один первый из русских купил дом. Еще никто не покупал. Они купили дом, и для нас это было что-то таким. Знаете, свой дом купил. Купил свой дом. И после этого мы все начали в это погружаться, покупать дом. И не только один, и второй, и третий, и четвертый. Много домов стали покупать. А Бог говорил, не усуящайтесь. Не нужно погружаться в эту суету, потому что все потеряете. Я знаю семьи, которые работали, и муж, и жена, и по несколько работ. Они работали, работали, работали. И детей оставили на произвол судьбы. И что? Потеряли своих детей. Я знаю, одна семья была в нашей церкви, где мы были, в Гердичевской, и жена знает их. Семья разваливается. Семья разваливается. Дети наркоманы. И Бог положит на сердце одному брату. Говорит, иди ночью в эту семью и скажи им, чтобы они покаялись, чтобы они примирились между собою. И тогда я спасу всех их детей. И он пришел рано утром в эту семью, начал им говорить это. Начал их увещевать. Покайтесь, примиритесь. Станьте Богу служить. Ведь Бог спасет вашу семью. И они так и не пошли на это. Ихняя семья развалилась. Братья и сестры, очень многих Бог говорил, не усуещайтесь, имеете пропитание и одежду, будьте довольны. Один мой друг, он строил дома. Я говорил же это. И много домов строил. Да, у меня бизнес тоже был. И мы работали. Но я хочу сказать, что имея этот бизнес, я понимал, что Бог дает возможности. Мы открыли миссию. И мы занимались и вкладывали в миссию. Вкладывали в то, чтобы и Слово Божие распространялось, чтобы многие люди спасались. И сегодня еще эта миссия работает. И этот друг мой, он начал дома строить. И очень много строил, целыми девелопментами. И когда пришло время, экономика вся впала, он все отдал банку. Пошел в апартамент и сказал, слава Богу, по нулям. Это еще слава Богу, что по нулям. Но, братья и сестры, жизнь, 20 лет жизни были потеряны. Не в церкви, не с семьей. Жизнь была потеряна. Человек заботился об этом земном. 20 лет. Слава Богу, по нулям. Пошел в апартамент опять. Туда, откуда он начинал. Многие оканчивали жизнь, не могли этого перенести. Братья и сестры, почему? Они не видели впереди Господа. Неправильные цели. Заблудились. В этой стране, братья и сестры, в Америке, хотя большая система компьютеризации, навигейшн сейчас, да, очень легко заблудиться. Очень легко заблудиться. Очень легко потерять главную цель в своей жизни. Поэтому Слово Божие нас предупреждает о том, чтобы мы всегда видели перед собой Господа. Тогда мы не потеряемся. Тогда Бог будет в нашей жизни. Тогда мы будем всегда видеть перед собой Господа. И Он будет устроять все наши нужды, все наши проблемы. Когда в нас впереди будет Господь, и мы будем идти по правильной цели, исполнять Его заповеди, и тогда нам не надо будет заботиться ни о чем. Пускай Бог благословит, мы будем идти к молитве, братья и сестры. Но я хочу еще один раз напомнить это место. Апостол Павел говорит, не заботясь ни о чем. Филиппийцам 4,6 Но всегда в молитве, прошении, с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши помышления во Христе Иисусе. Братья и сестры, я почему это говорю? В последнее время я стал замечать, что на молитвенные служения приходят одни и те самые, в основном наши дети, подростки, молодежь. Неужели нас, родители, это не интересует? Неужели в нас есть намного больше других целей, важнее целей в нашей жизни, что у нас нет нужды иметь общение с нашим Господом? Неужели нас не волнует то, что сегодня Бог хочет, чтобы мы имели общение с Ним на первом месте? Братья и сестры, сегодня я хочу это сказать с полной серьезностью. Время последнее, очень последнее время, не примите это за урок, за укор, извиняюсь, не примите за укор, но я сегодня хочу поощрить, есть молитвы, бегите на молитвы сегодня, когда есть время, когда время благоприятное, когда еще есть возможность что-то поменять в жизни, спешите наладить все отношения с Богом, спешите, чтобы Иисус Христос был всегда впереди вас, чтобы Он был вас впереди, чтобы вам не поколебаться, потому что время идет трудное, очень тяжелое, и тогда будет трудно, тогда будет поздно искать общение с Ним, когда придут бури, когда придут испытания, когда придут грозы, тогда может быть поздно для многих будет бежать и запасаться маслом, братья и сестры, во время благоприятное, давайте будем это делать, пускай Бог благословит, я хотел бы, чтобы это послужило нам какому-то такому вдохновению, чтобы пошлить нас, братья и сестры, искать Господа, когда можно найти Его, и призывать Его, когда Он близко, да поможет Бог нам, братья и сестры, давайте склонимся, помолимся Ему, прославим Его имя и будем искать Его лица в нашей жизни. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok